Всем привет, дорогие зрители! Меня несколько дней не было на канале, мы отдыхали, у нас праздники. Поздравляю всех мусульман мира с свершенным праздником Курмамбайрам. Итак, дорогие зрители, нашел 2 плюс 1 в районе Оба, Гюль. Здесь близко к морю. Расстояние отсюда до моря 370 метров максимум. Мраморный пол, если вы заметили. Гостиная почти с отдельной кухней. Если закрыть, можно отделить, кто хочет. Проект был сдан в 2008 году. 7-8 год. Так, по зданию. Выйдем на балкон. Это у нас первый балкон. Вот с той стороне море. Рядом протекает речка Оба. Эта сторона восточная. Квартира сквозная, также балкон с той стороны. Дорогие зрители, в той стороне, вот где здание, у нас протекает речка Оба. Там есть парк, тоже хорошее место. По той части вы можете напрямую выйти к морю, к пляжу. И здесь у нас дорога центральная Д-400, которая идет к торговому центру Аланьо. Тут шагово доступна еще у нас сеть магазинов метро, Мигрес, Аланьо и тому подобное. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 138 500 евро. Две бани, два балкона, две спальни, есть бассейн и недалеко от моря, 370 метров, район Оба-Гер. Так что насчет ВНЖ, вот эта тема, которая длилась там две недели, что ли, с 1 июля. По аренде, да, не выдают, но при покупке недвижимости, если экспертная оценка выше 75 тысяч долларов, вы показываете эту экспертную оценку миграционной службе, бумажку специально, она действует три года, и вам выдают ВНЖ. Так что, как я говорил, так и получилось. Просто надо доплатить 2700 лир, что ли, на экспертную оценку. Короче, сделали добавочный налог. Налоги. Так, дорогие. Дорожка тоже идет к морю. Пора идешь я внутрь. Подхожу вам в спальню. Я-то уже не снимаю такие ролики про правила, закон, потому что они постоянно меняют. Из-за этого я не давал полной информации. Электричество, вода в Алании. Все зависит от вашего пользования. Прихожую видели. В месяц где-то приходит 300-500 лир на электричество. 1 плюс 1, если будете пользоваться кондиционером. Так, вы смотрите ролик, а я буду разговаривать. Кондиционер Самуи. Вода где-то летом приходит от 70 лир до 300 лир. Все зависит от того, как вы пользуетесь. Как купаетесь. Хорошая прихожая. Санузел большой. С душевой кабинкой. Вентилятор тоже поставили. И здесь у нас вторая спальня. Тут квадрат метров 15. Просторная. 2 плюс 1. Здесь жилая площадь. Где-то у нас 98-103. Вместе с балконами. Чистовая, полезная площадь. Так. Второй санузел. Цену еще раз скажу. 138 500 рублей. Нет. Евриков. Все равно евро стал один к одному. Доллар, евро один к одному. 20 лет такого не было. Вот у нас территория. Я туда сейчас спущусь. Открыта парковка снаружи. Этаж у нас четвертый. Четвертый этаж. Айдат 300 лир. И зрители, зимой электричество, если будешь включать кондиционер постоянно и какой-то там радиатор электрический, где-то в месяц будет приходить вам 1300-2000 лир. Это зимой. Потому что они, я в январе уже столько заплатил, потому что 24 часа будет работать этот кондиционер. Так что знайте. А так стандарт, если будете экономить, выйдет зимой у вас 700-1200 лир максимум. Вода 100 лир максимум. Вода 100 лир максимум. Все. Спускайся я вниз, не закрываем ролик, ставим лайки, комментируем и подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. На этаже у нас два-три квартиры. Такой вот лифтик. Вместим салфеткой, кто-то бросил. Так, хорошие люди. По лифту уже можно понять, что здесь как минимум 14-15 лет зданию. Тут у нас лесенки. Там что-то есть? Нету. Так, выходим во двор. О, фасад здания синенький такой. Есть один бассейн. Уже 6 минут ролик. Мне в комментариях пишут насчет квитанции, там сколько электричества, вода. Ай, да, ну это все постоянно растет, меняется. Это еще я сейчас скажу одну цену, потом выйдет другая цена, и я выйду неправду. Дорогие зрители, звоните. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агасий из Солнечной Алании, район Обагиольд. Всем пока-пока.